То самое время, когда нужно готовиться к лету. Первые лучи солнца за окном. Это Радио Балтик Плюс. Меня зовут Владимир Кайрис. У нас в гостях сегодня первый заместитель главы администрации Светлогорского городского округа Оксана Туркина. Добрый день. Добрый день. Вот хотелось бы, естественно, поинтересоваться с самого начала про планы муниципалитета на грядущий летний сезон. Мы начинаем уже подготовку к летнему сезону. И, как всегда, начнем подготовку с пляжей. Будем просеивать пляж. Будем расставлять необходимое оборудование, кабинки, умывальники и прочее. То есть в Светлогорске уже есть пляжи, это можно сказать на 100%. Какова величина их или продолжительность, длительность? Ну, примерно. Ну, на сегодняшний день мы по-прежнему ограничены в пляжах, ввиду того, что ведутся определенные работы на променаде. Но по мере завершения этих строек и реконструкций площади пляжей значительно увеличатся. Хорошо. Если приезжаем отдыхать в Светлогорск, в какую сторону идти, где можно полежать на пляже? Это пляж на улице Московской, это в Отрадном и в Донском. Угу. Готовность променада, совсем недавно ее обозначила Балт, берега защита. И все подумали, что, собственно говоря, в этом году, опять же, в Светлогорск ехать не стоит, потому что это большая стройка. Ну уж извините, это глаз народа. Согласны вы с этим утверждением? Да, стройка действительно есть, имеет место быть, но мы рассчитываем, и ББЗ к этому стремится, к тому, чтобы к июню месяца хотя бы часть старого променада технически открыть. Да вы что, какая хорошая новость. Получится это или нет, я не готова сейчас, как говорится, давать руку на отсечение, но будем надеяться. Угу. А вообще, сколько гостей ждет Светлогорск в сезоне 2024 года? Я думаю, не меньше, чем в прошлом году. По статистике, к нам приезжает ежегодно до 400 человек, причем половина из них... До 400 тысяч, наверное. Ой, да, извиняюсь, до 4000 человек, да, половина из которых фактически проходят лечение в санаториях и пансионатах. А, то есть они едут поправить здоровье, да? Да, практически половина едут поправить здоровье. Ну, вы, скорее всего, заинтересованная страна, можете составить какой-то такой некий портрет туриста в Светлогорске сегодня. Кто эти люди? Ну, я сейчас не говорю о том, что, допустим, министр говорит, вот мы ждем богатых туристов, да, вот, ну, вообще, кто эти люди? Вот они, вы сказали, что они едут поправить свое здоровье. Это те, кто в янтарном береге отдыхает? В янтарный берег, потом санаторий Отрадный, потом, ну, у нас же не один санаторий, в санаторий Волну едут отдыхать. Насколько я помню, по статистике, загрузка как раз в санаториях практически круглогодично, стабильно и высокая очень. Причем, получается, вне сезона тоже пользуются спросом. Насколько я тоже помню, санатории берут контракты и оздоравливают в том числе пенсионеров. Но это часть наших отдыхающих. И, в принципе, отдыхающие, наверное, выбирают время для отдыха с учетом своих личных потребностей. Ну, к примеру, пенсионеры, наверное, хотят полечиться зимой, чтобы весной вернуться на дачи. А мамы с детьми приедут поправить свое здоровье, либо оздоровиться тогда, когда уже начинаются каникулы. Почему спросил, да, про портрет такого отдыхающего в Светлогорске. Бытует такое мнение, что Светлогорск это город для такого тихого отдыха, где после 10 часов уже, собственно говоря, все спать ложатся. Но это из интернета такие отзывы. А что можно сказать сегодня про ночную жизнь в городе? Есть ли она? Нужна ли она? Может быть, наоборот? Нет и ладно. Отчасти, да. Отчасти это находит свое подтверждение. Напомню, мы единственный город в России, который имеет статус медленного города, официальный статус. Мы не пытаемся переломить этот статус и потерять. И мы понимаем, что, да, отчасти ночной жизни в городе нет. Но отчасти она есть. И на то у нас есть все-таки и бары, и какие-то мероприятия, которые проходят после 9 часов вечера. Интересно, как развивается инфраструктура кафе и так далее в городе? Есть ли какое-то регулирование кафе сегодня в Светлогорске? Потому что много жалоб, на мой взгляд, как раз-таки на то самое кафе, которое в самом центре города, где живая музыка, танцы и так далее. Ну, живую музыку и танцы можно регулировать только законом о тишине, это после 11 часов вечера. К этому вопросов нет. А что касается муниципалитета и полномочий муниципалитета, то мы уже на сегодняшний день регулируем внешний вид кафе, внешний вид вывесок для того, чтобы убрать визуальный мусор с улиц и привезти... То есть в одном стиле все будет, да? Не то, что сказать в одном стиле, но будут какие-то определенные ограничения, чтобы не было каких-то кричащих вывесок, чтобы это не было заполнение всего и вся на фасаде. Потому что у нас очень много объектов культурного наследия, которые мы должны сохранять. Они, как вы можете заметить, у нас фасады ремонтируются с привлечением фонда капитального ремонта. И, соответственно, нам нужно это все сохранить. Поэтому этому мы уделяем большое внимание. Кричащие вывески мне вот что напомнило. Существует ли какой-то дресс-код для отдыхающих, для купальщиков? Собираются ли его вводить на самом деле? Вы так улыбаетесь, знаете, о чем речь идет, когда люди ходят с кругом для плавания по городу. Ну так, если утрировать и без штанов. Ну, к сожалению, мы не можем или, к счастью, регулировать этот вопрос. То есть вы должны понимать, что данный вопрос регулируется, во-первых, модой, во-вторых, собственным сознанием. Как, в чем ты выйдешь на улицу. Но, к примеру, я не могу себе такого позволить. Надеюсь, что и большинство наших отдыхающих будут придерживаться такого же мнения. То есть местная администрация пытается каким-то образом достучаться до отдыхающих, сказать, что все-таки не нужно только круг из одежды, да, когда на человеке, для плавания. Даже не знаю, каким образом это можно сделать. Честно, может, вы подскажете. Каким-то образом нужно в социальных сетях, наверное. Все-таки город для тихого отдыха. Ну, мы подумаем. Хорошо. Транспортное сообщение летом. Будут ли дополнительные электрички? Будет ли дополнительная возможность уехать на общественном транспорте из города и приехать туда? Ну, всем известно, что существует для электричек зимнее и летнее расписание. Соответственно, летнее расписание вступ будет введено, как обычно, и электрички будут добавлены. По крайней мере, жалоб каких-либо мы на протяжении последних лет не видели по этому поводу. Администрация Светлогорска следит за отзывами от отдыхающих туристов, местных жителей. Вот обычно какую оценку ставят за отдых в Светлогорске? Ну, я не знаю ресурса, на котором можно было бы отследить прям по оценке качества отдыха. Я знаю понимание того, что, допустим, в Яндекс.Картах мы можем увидеть, как люди оценивают то или иное место, например. А также могу, наверное, проанализировать жалобы, которые к нам поступают. Да, бывают жалобы, но они носят единичный характер. И мы на них в любом случае всегда реагируем, как на жалобу жителя, так и на жалобу гостя. И стараемся, чтобы никаких проблем не возникало, либо не повторялось. Ну, потому что положительный отзыв часто бывает лень оставить. А жалоба все-таки она такая, знаете. Ну, так и есть, потому что, к примеру, условно, да, на 100 жалоб к нам может поступить одно благодарственное письмо. Ну, так складывается. Первый заместитель главы администрации Светлогорского городского округа Оксана Туркина сегодня в студии радио «Балтик плюс». Мы говорим о благоустройстве Светлогорска. Вот совсем недавно, сколько-то лет назад, в городе стали высаживать в огромных количествах розы. Продолжится эта история в этом году? Да, и не только розы. Мы недавно так посчитали, то за последние пять лет мы высадили больше 5000 штук растений. Мы работаем в этом направлении, не только высаживаем, но и проводим, и реализуем проект реконструкции зеленых насаждений. Да, продолжим и будем озеленять город дальше. Какие-то крупные проекты по благоустройству ожидаются в ближайшее время? Потому что парк Муза, все знакомы с этим местом отдыха. Отрадная 2.0. Что будет следующим? Следующее? Да, вот буквально вчера закончился прием предложений по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной территории. А до этого, 12 декабря, закончился первый этап, когда мы выбирали эту самую территорию. Так вот, большинство голосов у нас проголосовали местные жители за благоустройство поймы реки Светлогорки. И территорией проекта, с учетом результатов голосования, на сегодняшний день является, это поймы реки Светлогорки, которые начинаются от Калининградского проспекта, вот где озеро, где мы заезжаем, да, и с левой стороны озеро Тихое. И с правой стороны, вот это начало проекта. Очень хорошо, что вы объяснили для, так сказать, приезжих, где это находится, потому что местным понятно, и иногородним не очень. Вот, и территория проекта продолжается вдоль поймы реки до того места, где река впадает в море. А что там будет? Благоустройство, если сказать просто просто. А то, что будет как раз 11 числа, мы будем подводить итоги. И на основании предложений, которые нам дали жители, на основании предложений, которые мы сформировали в рамках мероприятий по соучаствующему проектированию, мы сформируем тот перечень мероприятий, который действительно будет реализовываться. Могу сказать сейчас, в принципе, перечислить те основные пожелания, которые мы услышали от жителей, к примеру, в рамках мастерской. Больше всего как раз формат этот людям нравится, потому что они вовлекаются в работы, в рассуждения и даже споры между собой. У нас в рамках мастерской создавалось три команды. Это была молодежь, серебряный возраст и студенты. Они сначала разрабатывали свое ведение проекта, докладывали, и потом мы уже вместе с ними вырабатывали общую позицию. И все согласились с тем, что это должен быть ландшафтная зеленая зона, это должен быть такой линейный парк, природный, минимум влияния каких-то объектов на внешнюю среду. То есть, если даже мы будем говорить о каких-то маршрутах, то их, наверное, целесообразно будет зашить в QR-коды. И кому это интересно, он может этот маршрут пройти, найти эти типа квеста, эти QR-коды и узнать об истории Светлогорска или о самой реке, какие-то факты. Вот вы когда заговорили о проекте по благоустройству, мне показалось, что вы имеете в виду то, что местные жители неравнодушны к благоустройству города. И сейчас совсем мы знаем, что стартует региональный проект инициативного бюджетирования. Что можно об этом сказать? Ну, потому что многие уже знают, что это такое, другие пока нет. Вот насколько активны вообще жители Светлогорска? Ну, подводить итоги еще рано, потому что заявки принимаются до 20 марта. Мы рассчитываем, что заявки будут. Ну, а какие будут заявки и как они будут оценены, я думаю, мы об этом можем поговорить попозже. А что можно сказать о муниципальном проекте инициативного бюджетирования? Потому что глава Калининграда, к примеру, говорит, что деньги выделяются, а заявителей почему-то мало. С чем это связано? Непонятно. Ну, мы уже третий год закладываем деньги на инициативное бюджетирование, на инициативные проекты, да. Пока к нам не обращались, но это больше, наверное, связано с тем, что есть определенный объем информации, который необходимо готовить для проектов, да. В том числе сметы. Ну, вот недавно буквально мы встречались с представителями будущих ТОСов. Они говорят о том, что вот с нас хотят смету. Я им объясняла популярно, что не нужно составлять, например, смету, которую мы всегда делаем для реализации больших проектов. Да, что это достаточно по тем же коммерческим предложениям определить стоимость той или иной работы, которую они предусматривают в проекте. Это в первую очередь нужно для понимания, а действительно достаточно ли будет денежных средств, чтобы можно было реализовать этот проект. А вообще в целом хотелось бы сказать, что инициативное бюджетирование это не только благоустройство. Интересно. А что же еще? Это могут быть проекты, связанные с развитием в том числе гражданского общества. То есть не надо зацикливаться и считать, что инициативный проект это только проект, связанный с благоустройством. Ну, к примеру, те же проекты по добрососедству. Клумба. Но вместе с клумбой почему бы не провести праздник соседей? А вы не думаете, как чиновник, почему столько заявок мало? Может быть, соседи просто не могут договориться еще на берегу, что это могло бы быть у нас во дворе? Ведь кому-то нужна парковка, бабушкам скамейки, мамам с колясками, что-то для них. И вот как можно это все в один проект соединить? Причины разные, но одной из причин может быть в том числе страх, что этот проект нужно кому-то довести от начала до конца. И этого кого-то, человека, просто нет, который готов взяться и взять на себя такую ответственность. Светогорск. Сезон 2024 года. Сколько гостей ждете в этом году в городе? Ну, не меньше, чем, наверное, как в прошлом. В основном гости города останавливаются в местах массового пребывания или это частный сектор? Гостиницы или частные? Ну, по официальным сведениям хочу сказать, что средства коллективного размещения заполнены практически всегда на 100%. А что касается частного сектора, то такой официальной информации у нас нет. Но по наблюдениям, личным наблюдениям могу сказать, что он заполняется достаточно сильно. Вот мы говорим о том, что сезон буквально уже со дня на день. Что можно сказать о заполняемости гостиниц, ну, к примеру, на апрель-май? Есть такая у вас информация? Я думаю, что все начато и давно забронировано. Практически все. Даже весна? Даже весна. Ну, понятно, что с учетом погоды дальше потом люди рассчитывают отдыхать. Но, опять же, по той же статистике, с апреля месяца уже проблемы с бронированием начинаются. Спасибо большое, что пришли. У нас в гостях была первый заместитель главы администрации Светлогорского городского округа Оксана Туркина. Удачи вам. Спасибо.